В ближайшее время Россия планирует инвестировать в экономике у Армении 1 миллиард долларов. Как пишет ТАСС, об этом на полях 8-го армяно-российского межрегионального форума заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач. По его словам, инвестиции послужат очень серьезным вкладом в развитие экономических, социальных и культурных отношений между Россией и Арменией, создание новых технологических рабочих мест и будут способствовать обмену в различных образцах экономики, культуры, развития и инфраструктуры. Вице-премьер Республики Армения МГР Григорян отправился в Москву для проведения очередного заседания трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе. Как сообщил в беседе с журналистами сам Григорян, в ходе заседания стороны обсудят вопросы, связанные с автомобильными коммуникациями и путями. «У нас есть определенные идеи, определенные договоренности, что урегулирование вопроса блокады будет осуществляться в рамках правовой базы стран СНГ», — сказал Григорян. 18 октября в Шуши азербайджанская сторона передала армянской стороне тело еще одного военнослужащего. По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, его личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. После прекращения боевых действий были обнаружены или переданы армянской стороне 1686 тел. Член оппозиционной фракции Айастан Артур Газинян в восьмой раз не избран заместителем председателя постоянной комиссии Национального собрания по обороне и безопасности. Одна из заявленных властями причин, по которой депутаты правящей фракции не голосуют за кандидатуру Газиняна, заключается в том, что он не служил в армии. Адвокатская группа бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна выступила с заявлением, в котором отмечается, что они потребуют быть участниками экспертизы качества, поставленного вооруженным силам оружия и боеприпасов. Как мы уже заявляли, господин Тоноян уверен, что результаты специальной экспертизы дадут аргументированные и беспристрастные ответы на утверждение о некачественном и несоответствующем техническим нормам оружия для ВС Армении, отмечается в заявлении. Тоноян, а также экс-глава генштаба ВС Армении Сипан Голостян и торговец оружием Давид Голостян проходят обвиняемыми по делу о поставке некачественных авиационных ракет на баланс вооруженных сил. Делегация во главе с уполномоченным Верховной Радой Украины по правам человека Людмилой Денисовой в сопровождении защитника прав человека Армении Армана Татойана посетила мемориальный комплекс Титернакаберт в памяти жертв геноцида армян. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, члены делегации возложили цветы к вечному огню почти в память невинных жертв 1915 года. Судьба человечества не должна отдаваться на откуп горских стран, выигравших Вторую мировую войну. Как пишет Анадулу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган в ходе выступления в Национальной Ассамблее Анголы. «В то время как мир и почти все аспекты нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают радикальные преобразования, мы не можем полагать, что архитектура глобальной безопасности остается прежней», – добавил Эрдоган. 26 октября президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган с однодневным визитом посетит Азербайджан. Как пишет ТАСС, об этом сообщили во вторник в канцелярии турецкого лидера. Программа и цели визита на данный момент не уточняются. Испытанная во вторник в КНДР баллистическая ракета малого радиуса действия преодолела 430-450 километров, достригнув максимальной высоты в 60 километров. Южнокорейские военные полагают, что КНДР запустила ракету с подлодки, сообщает Ренхап со ссылкой на представителей объединенного комитета начальников штабов.